МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во-первых, мне кажется, что на это очень влияет атмосфера ложки. Дружеская атмосфера, приезжают люди, потом говорят о том, что у нас хорошо другим музыкантам, которые легче идут на контакты. Иногда даже такие совершенно безумные проекты у нас осуществляются, как там, не знаю, приезд Олега Горкуш или кого-то извлечен. Скажите, а когда приглашаете гостей, на что ориентируетесь? Это вопросы публики, которые к вам ходят, или как-то это по-другому делается? Нет, опять же, я вот упомянул Олега Горкуш. Я считаю, что у группы аукцион железное такое золотое правило. То есть они за 30 лет существования никогда не играли ради публики. Они просто выходят, играют сами для себя, получают от этого кайф, грубо говоря. И если это нравится другим, то это очень хорошо. Такой же, как бы, у нас. А сколько придет человек на них, это важно все-таки? Или это уже страстение? Нет, ну, как бы, в финансовом плане это важно, но, как бы, если иногда получается, что финансово не так вышло, как мы предполагаем, зато, как бы, общение просто с такими людьми, там, опять же, Горкуш, Летов, там, Степанцов, оно дает очень много, и ты очень много понимаешь в жизни, зачем живешь. Кого ожидаете в ближайшее время наиболее яркие имена, которые можете назвать? Ну, это, конечно, 10 ноября будет Настя Полева и Егор Белкин. Это легенды Екатеринбургского такого рока. Они у нас были позапрошлым году, это замечательные, симпатичнейшие люди. Вот, поэтому мы очень по них соскучились, очень рады, что они будут. Опять же, будет 24 ноября новый для «Ложки» формат, это гитарный мастер-класс Валерия Гаэйна и группа «Круиз», тоже легендарного человека, музыканта. Вот, не знаем, как это будет, но нам, как бы, было интересно, посмотрим, что из этого выйдет. Вот, и, как бы, ну, в этом году, да, мы очень много интересного сделали, да, еще очень много впереди планов. Вот, допустим, у нас была... Пока открою вам тайну, огромная, как бы, такая мечта, чтобы у нас здесь побывал Леонид Федоров, да, из-за аукциона. А он у нас побывал, ну, пока в качестве, как бы, гостя, но обещал, что в следующем году он к нам приедет, обязательно отыграет, вот. Думаю, что это будет такое знаковое событие в следующем году. То есть охотно, да, приезжают гости, с этим вообще никаких проблем не бывает? Ну, как охотно? Я не знаю, почему они охотно приезжают, да, ну, как бы, опять же, можно привести, там, слова того же Гаркуш, да, просто мы с ним очень много времени провели, как бы, замечательный человек. Опять же, он мне сказал, золотые слова, на мой взгляд, он сказал, Стас, ты помнишь, что, как бы, музыканты устают от толпы, когда не видят глаз, у них никакого общения. Поэтому, как бы, вы делаете правильное дело, мы просто, как бы, хотим, чтобы звезды были ближе к людям, а все, чтобы они могли с ними попить чаю, пообщаться, посмотреть друг другу в глаза, вот. И, как бы, они это ценят и приезжают, им нравится. Скажите, ну, а настолько вот такая культура, да, насколько востребована в Ростове, в принципе, люди, как это относится? Ну, как сказать, ну, конечно, это, как бы сказать, в материальном плане есть более востребованные артисты. Ну, вот, как бы, на мой взгляд, да, я считаю, что в Ростове есть такая прослойка людей, молодежи, да, которых мы очень уважаем, да, мы любим, которые думают своей головой, ходят на то, что им действительно интересно, а не то, что там пичкается им, там, не знаю, в уши, там, в глаза, там, то есть, там, не знаю, ТВ, там, Иван, или что там еще. То есть, да, я считаю, что люди молодые особенно должны думать своей головой, именно общаться, тянуться к людям, которые творческие, которые, ну, как бы, есть какой-то жизненный опыт, общаться с ними. Все будет хорошо и морально расти, как бы. Спасибо за беседу, желаю вам новых интересных встреч, побольше гостей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!